Всем привет! Меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Сразу предупреждаю, этот выпуск нельзя смотреть голодным, потому что говорить сегодня будем о готовке и о еде. Сбегайте за чаем, печеньками и поехали! Начнем со слов, которые часто путают. Cook и cooker. Cooker – это плита. А вот cook – это тот, кто готовит. Например, Она так хорошо готовит, она хороший повар. Я слышу, люди иногда говорят cooker. Пол рядом с плитой очень скользкий. Cooker чаще используется британцами, и это может быть вся плита целиком, сверху. Cooktop называется или stove, то, что сверху. И духовкой, oven. Еще путают слова Chef – это тот, кто в ресторане. Шеф-повар, то есть, да? Chief – это начальник. Я рассказывала о том, что у меня есть друг, который шеф, по-английски. И люди не могли понять, почему мой босс вдруг готовит мне ужины. Я говорю, не, подождите, речь не о моем боссе, речь о моем друге, который шеф. Теперь переходим к глаголам. Измельчить, нарезать, пожарить, обвалять. Как это все будет? Сейчас я вам все расскажу, чтобы вы спокойно могли смотреть кулинарные шоу в оригинале, а может, еще и свои рецепты по-английски записывать или кому-то рассказывать. Начнем с нарезания. Слово cut – chop, slice и dice. Cut – это просто резать. Что угодно, чем угодно. Chop – это рубить вот так вот. Причем рубить можно не только еду неровными кусками. Chop – можно, например, рубить дерево. Dice – это резать кубиками, когда ножом вот так вот аккуратненько на кубики разрезаете. Это как раз dice, то есть кусочки более ровные. И не обязательно прям вырезать фигурно, ну вы поняли. А вот slice – это когда вы меленько вот так вот ножом нарезаете слоями, что ли, кусочками, да, не кубиками, а просто вот, просто вот так. Еще, конечно, нужно почистить. To peel – это чистить кожуру. Моя мама предпочитает чистить картошку обычным ножом, нежели чем специальной вот этой, как она называется? Штука, которая чистит картошку. To break – это разломать на кусочки или разбить, да. To break an egg – разбить яйцо. Поломайте шоколад на маленькие кусочки. To melt – это растопить. Может быть, такая строчка в рецепте. Растопите такое хорошее количество масла, щедрое, не скупитесь в сковородке, которая не прилипает. To grate – это тереть на терке. Не знаю, как у вас, а я вам сейчас рассказываю, у меня слюнки текут. Great fresh parmesan over pasta before serving – натрите пармезан на своими спагетти перед тем, как подавать. To whip – взбивать. Whip the heavy cream with an electric mixer. Взбейте сливки. Heavy cream – это с высоким процентом жира. Взбейте сливки электрическим миксером. To sprinkle – это присыпать чем-то. Есть еще существительное – sprinkle – это штука, которая воду разбрызгивает. Вот sprinkle – это тоже как бы разбрызгать, но что-то сыпучее. Соль, перец. Может быть, если вы что-то кондитерское готовите, это может быть какая-то крошка присыпать ею. Вот это называется чуть-чуть так вот посыпать. Не высыпать прям, а вот так вот накидать – это sprinkle. Чуть-чуть присыпьте, чуть-чуть разбросайте соли и черного перца. В свои овощи. Теперь мы с вами будем жарить. Очень много здесь слов, все они похожи. To fry – что-то это просто жарить. To deep fry – это жарить полностью погружая в масло. Это то самое, что мы называем во фритюре, которые чипсы, когда готовят, опускают в масло. Вот это deep fry. To stir fry – это китайский способ, когда вы жарите в этой глубокой сковородке, в воке, постоянно мешая, подбрасывая мелко нарезанную еду, овощи, мясо, неважно. Есть еще to saute – это французское слово, это французский способ. Он похож на stir fry. У вас тоже глубокая сковорода, но не вок, да, просто глубокая сковорода. Вы тоже быстро жарите нарезанную мелкими кусочками еду, но вы ее мешаете не так часто, как в китайском способе, и там больше масла или жира. То есть есть китайский способ и есть французский. To steam fry – это тушить на сковороде, чуть-чуть с водичкой или жидкостью, с бульоном, с чем угодно. To grill – жарить на решетке или на гриле. To roast – это запекать в духовке. В Англии есть традиционное блюдо – Sunday roast – это запеченные в духовке. А Sunday roast может быть с тремя видами мяса – это говядина, баранина или свинина. И традиционный набор овощей, там, как правило, parsnip. У нас это называется корень пастернака – очень вкусный овощ. Какие-нибудь морковки, картошки – все это запечено в духовке. И to bake – это печь непосредственно какие-то там пироги, торты, вот это вот. У нас уже было словосочетание с fry. To stir – stir fry, помните, да? Stir – это помешивать постоянно. Размешай чашку сахара в тесто. И вот два слова, которые тоже часто путают. Butter и butter. Чувствуете разницу? Butter – это масло сливочное. А butter – это жидкое тесто, которое можно налить на сковороду, например, или в которое можно окунуть, чтобы получилось в кляре что-то. Вот это называется butter. А вот плотное тесто, из которого можно лепить, которое можно мять – это dough. Cookie dough есть такое, да? Cookie dough – это печеньки, слепленные вот из этого теста. Ой, продолжаю течь слюнки. Ну что, любители готовить и вкусно поесть. Не вскипел еще мозг? Кстати, как сказать закипать? To boil – это вариться и кипеть, да? Сними чайник сразу же, как только вода начнет кипеть. Есть еще to simmer. Simmer – это когда варится на медленном огне. То есть очень тихонечко кипит, вот так вот, поняли, да? Долго, когда на медленном огне. The goulash was simmering slowly in the oven. Гуляш готовился на медленном огне в духовке, вот это вот. Сейчас вот оператор надо мной смеется, но гуляш произносится именно так. Конечно, это далеко не все слова, которые нам понадобятся, которые вам понадобятся на кухне, но это хорошее начало. Давайте я вам на примере моего коронного блюда дам еще несколько слов, а вы пишите в комментариях свое. Кстати, коронное блюдо по-английски будет signature dish. Мое коронное блюдо – это пюре из ботата или сладкого картофеля, греческий салат и запеченная индейка, которую я накануне мариную в кефире с чесноком и травами. Итак, рассказываю рецепт. Здесь я вам рассказываю, что сначала вы замешиваете кефир с сухим чесноком, соль, перец, травами. По-вкусу я использую tarragon, по-русски это называется тархун или эстрагон. Вот это все замешиваете, режете индейку мелкими кусочками или средними, кладете в глубокую чашу, заливаете вот это смесью и убираете в холодильник. Оставляем в холодильнике на несколько часов или на ночь. Дальше. Берем противень, выкладываем туда индейку и заливаем тем, что у нас осталось от этого микса и ставим в духовку. Preheat – заранее разогреть. Ставим в духовку, которая уже разогрета до 220 градусов. While that is happening, peel the potatoes, chop or dize them, and then boil them until tender. Drain the water, add some butter and scream, and then either mash them or use a hand blender, which I prefer, to be fair. То есть дальше я рассказываю, как мы делаем пюре из батата. Мы его режем на мелкие кусочки, варим, пока он не станет мягким, и потом добавляем масло. Добавляем масло и сливки и взбиваем. Я обычно взбиваю ручным блендером, потому что мне лень стоять это все мять. Для меня это очень энергозатратно. Теперь буду рассказывать про греческий салат. Мы с вами уже почти на конце находимся моего рецепта. Кстати, попробуйте, это все очень вкусно. И быстро готовиться. Да, то есть обычно в греческом салате порезанные огурцы и помидоры, красный лук, оливки и зеленый перец. Я говорю, что я обычно заменяю зеленый перец красным, а в качестве слова dressing это как раз заправка салата. А вместо dressing я никакой лимонный сок туда не выжимаю, я просто использую трюфельное оливковое масло. Оно потрясающе пахнет, если вы любите трюфели. И все. Из новых слов в моем рецепте были Это фраза «варить, пока не станет мягким». Это петрушка. Вот я еще петрушку добавляю в свой греческий салат. И dressing это заправка. Ну что, кажется, пора сходить перекусить. Я уже истекла вся слюнями. Не знаю, как вы. А потом снова учите английский с пазл-энглиш. Обязательно пишите свои рецепты. А если приготовите мой, тоже напишите, как получилось. И до новых встреч. Пока-пока.